Всем привет, друзья! С вами я, Холсинки Стар, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня с вами опять же мои говорящие руки, и в сегодняшнем видео я хочу показать вам свою коллекцию хайлайтеров. Здесь у меня как палетки хайлайтеров, так и хайлайтеры однушки, двушки, трешки и жидкие хайлайтеры. Это не какое-то расхламление, потому что, в принципе, расхламлять нечем, просто хочу познакомить вас со своей коллекцией, показать, что у меня любимое, что у меня любимое, в общем, всего понемножку. Так, давайте же начнем с палеток хайлайтеров, которых у меня, в принципе, не так много. И первая, это у нас вот такая вот палетка Huda Beauty 3D Highlighter Palette. Это одна из самых таких первопроходцев в моей коллекции. Это палетка такого классического, как не глиттерного, не шиммерного хайлайта, а вот это какое-то такое именно свечение изнутри. В палетке оно выглядит довольно скучно, но в жизни оно смотрится намного интереснее. Здесь один кремовый хайлайтер и три пудровых. Могу вам сказать одно, эта палетка подойдет к тем, кто не любит глиттер в хайлайтере. Я, например, обожаю, но, хотя это не глиттерная палетка, но все равно на коже оно блестит офигенно. Ну, конечно, на пальце так не передаться, но посмотрите, вот такой вот какой-то именно металлический блеск. Здесь нету никакого шиммера. Я вообще не очень люблю кремовые хайлайтеры, но у меня есть такой трюк, или как это назвать, чтобы заставить ваш пудровый хайлайтер блестеть еще сильнее, можно нанести вот такой вот кремовый хайлайтер, просто чуть-чуть пальчиком. Ну, если вы хотите кистью, я, честно, ношу на себя пальчиком. Просто вот так вот на самое место, где вы хотите, чтобы это именно сверкало, вы его наносите и сверху уже наносите пудровый хайлайтер. И что получается? Пудровый хайлайтер, он как будто прилипает к кремовому, и свечение получается намного более ярче, намного более заметнее. Я вообще в последнее время полюбила этот оттенок, вот реально как подложку под хайлайтер. Затем, друзья, вот такая вот у меня палетка Aurora Glow от Anastasia Beverly Hills. Сейчас помните, когда-то эти палетки были так знаменитые, все американские блогеры снимали на них обзоры, ими красились. Ну, я тоже, наверное, где-то в хайп их нашла, может быть, чуть-чуть попозже самого основного хайпа. И смотрите, здесь у меня уже такие дырточки в этой палетке, безумно красивые тинки. Вообще, кстати, очень красивая палетка, ее как-то мало кто о ней говорит, уже это и раньше как-то она не была такая самая любимая. Она постоянно у Anastasia на скидках, и сейчас тоже ее можно купить на сайте Anastasia или на Beauty Bay на скидках. Здесь такой более шиммерный хайлайтер, он очень, кстати, красиво выглядит на коже. Это не какой-то крупный глиттер, а такой, ну, чуть-чуть, я бы сказала, есть. Ну, наверное, не глиттер, а такой крупный шиммер, я бы не стала называть это глиттером. Очень красивые оттенки. Да, вот эти оттенки могут показаться немного ненасименными, но можно использовать их как к тени, там, на уголок, внутренний уголок глаза или под бровь. Я, например, использую очень хорошо вот эти вот четыре оттенка. Ну, как видите, здесь тоже, наверное, скоро будет дырочка, здесь еще пока нет. Нет, я, кстати, в последнее время как-то не часто использую эту палетку, надо бы вернуться к ней. А вот эти, конечно, вот оттенки, они все-таки, ну, видите, более такие... Ну, хотя, если вы очень светлокожая, то, в принципе, это будет смотреться неплохо. Но мне, например, смотрится неплохо, но все-таки я их использую меньше. Вообще, что я люблю делать с вот этими вот палетками Nostalgia, это просто взять кисточку, всех-всех смешать, и тогда получается такой какой-то мультитрио дуохром. В общем, классная палетка. Если вы любите такой олдскульный хайлайтер, если как-то называть, и вам нравится форма Nostalgia, то возьмите ее на скидке, не пожалеете. Палетка, в принципе, неплохая. И хотя, так у меня сейчас развелось очень много продуктов, я как-то редко ей пользуюсь, но все-таки я ее люблю, и я буду ей пользоваться. Очень хочу закончить вот эти вот хотя бы четыре оттенка. Немного другое мнение у меня сложилось о палетке Moon Child тоже от Nostalgia. Эта палетка постоянно висит у Настюхи на скидках, и почему? Хотел сказать, на ссылках. В общем, я ее купила, надеюсь, что она будет такая же шикарная, классная, блестящая, как Аврора, но я чуть-чуть, как говорится, облажалась, потому что она очень бледная. Я видела, что у некоторых эта палетка как-то ярче, я не знаю, возможно, у меня какое-то более старое издание. Наоборот, более новое. Отпишитесь, пожалуйста, кого она есть в комментариях. Я видела у девочек, у некоторых, которые я тоже знаю через Инстаграм, через Ютуб, у них есть эта палетка. Я ее купила на какой-то дикой ссылке, почему я хочу сказать ссылка? Ссылка в Сибирь. Дикой скидки за 12, что ли, долларов, не помню где, точно, по-моему, на Бьюти Бэй. И я так ее ждала, но она безумно бледная. И, друзья, я очень-очень светлокожая. Реально вот из этих оттенков, но более-менее я могу пользоваться вот этими вот двумя, да, например. Lucky Clover and Blue Heart, Pink Heart, sorry. Но реально она безумно бледная. И она вот именно тоже такое, какое-то, у нее есть металлическое свечение. У нее меньше шиммера, она менее блестящая, менее нарядная, нежели Aurora. И вообще она выглядит, ну, очень бледной. Я не знаю, на кого это. Давайте я вот так вот их сравню вместе. Друзья, я светлокожая, я бледная, я блондинка, да. Но даже на мне вот эта палетка Moon Child, она бледная. И она вообще никак не, как-то не особо лестит. Вот этот вот серый оттенок, у меня вообще к нему есть вопрос. На кого это, друзья? Это просто серый. Я не знаю, даже на самого бледного человека серый хайлайтер не пойдет. Вот я понимаю что-нибудь вот такое вот с какой-то, ну, таким Moon Gold, я не знаю, Moon Glow Gold. Какой-то такой зеленоватым, золотоватым или там розовый. Да даже вот чуть-чуть такого голубого шиммера. Ладно, ну вот серое, да, например. Или вот это вот, как бы, ну, я не знаю. Как тени, получается слишком скучно. В общем, я вообще недовольна этой палеткой. Я, наверное, ее, я ее продам. А я уже, точнее, ее выставила на продажу. Потому что я ее и попользовалась реально пару раз. Я, конечно, ее уже потыкала пальцами. Но, как бы, блин, друзья, ну, не знаю, что с ней делать. Потому что мне она реально не нравится. И она никому не нравится, потому что ее выставляют на продажу реально там за очень низкую цену. И никто ее просто не хочет покупать. Потому что, ну, реально, кому подойдет вот такие вот бледные оттенки. Я не знаю, о чем думала Настейжа, когда я это как бы делала. Ну, вот, не знаю. И затем, друзья, опять у меня Glow Kit Nosteyja. Это Sugar Glow. Очень красивенькая палетка. Она у меня чуть-чуть битая. Потому что она у меня уже летала, падала. Я, по-моему, кого-то брала ее красить. И она мне, естественно, умудрилась упасть. Это такая самая носибельная, самая классическая палетка от Анастейжи. Очень красивый. Здесь вот такой вот оттенок. Он не такой темный, как кажется. Очень классно здесь эти оттенки вообще смешивать между собой. Тут есть чуть-чуть посветлее, потемнее. Вот эти, например, два, они более такие, видите, металлические. А вот эти вот, они более чуть-чуть с маленьким таким шиммером. Мне, например, тут нравится очень оттенок Butterscotch. Здесь, кстати, очень большие рефилы. И они магнитные. То есть их можно вытащить. Например, ставить магнитную палетку. Если вы работающий визажист. Но я такое не делаю. Смотрите. Вот так вот оно вытаскивается. И вот такой вот здесь красивый оттенок. И он, кстати, очень большой. Здесь, сколько же здесь граммов? Я даже не знаю, 6, что ли, граммов? Да. 7,4 грамма. То есть это прям очень-очень-очень много. Вам реально хватит надолго. Это такая, мне кажется, да, самый коммерческий, самый легкий в использовании хайлайтер на стейле. Вообще, я раньше с ума сходила по ее хайлайтерам. Поэтому у меня столько много этих палеток. Ну, в принципе, и сейчас они мне рады в глаз. Эту палетку я, естественно, никуда одевать не хочу. Она мне нравится. Буду ей пользоваться. Следующая палетка моей коллекции это от шведского, в рожьбе шведского, скандинавского бренда Soul Man. Мне ее прислали на обзор вместе с двумя палетками теней. Это бренд, вдохновленный скандинавской шведской мифологией. Смотрите, какие тут красивые названия. Мне так нравятся вот эти вот скандинавские буквы. Я просто вообще тащусь. Ну, как бы я холтинки стар. И мне чем-то напоминает палетки от Anastasia Beverly Hills. Вот эти, например, два оттенка. Они такие более классические металлики. Здесь нету какого-то такого шиммера сильно или глиттера. То есть, подавно нету. Затем очень красивый вот этот вот оттенок Stern, по-моему. Я его что-то нечаянно ковырнула чем-то. Он такой вот голубоватый. Это тоже, опять же, палетка для очень светлокожих. Но она намного удобнее, намного носибельнее. Хотя не забываю это слово. Она намного красивее выглядит, чем, например, та же Moonchild Anastasia Beverly Hills. И вот это вот мой любимый оттенок. Офигенный мейн. Здесь чуть-чуть, что ли, какой-то присутствует шиммер. Но прям очень-очень-очень мелкий. И да, это классная палетка. Это классный нити бренд. Он сейчас набирает популярность в Инстаграм. Поэтому я бы вам ее посвятила. Если вы хотите попробовать, что-то такое необычное. Плюс, даже если вы как бы очень светлокожая, нам подойдет. Но она не будет смотреться как-то серо и некрасиво на лице. Так что одобряю. И следующая, и, наверное, моя самая любимая палетка от Anastasia Beverly Hills. Или Anastasia, как хотите так и называйте. Это Dream Glow Kit. Смотрите, она уже у меня вся, конечно, в своей звездной пыли. Это самая яркая, самая такая переливающая, 2-хромная, 3-хромная палетка. И все оттенки совершенно офигенные. Друзья, у меня, кстати, есть видеотег о моих палетках, которые я снимала, наверное, еще полгода назад. Если хотите, посмотрите. Там немного меньше продуктов, но, в принципе, там тоже интересно. Это очень классная палетка. В ней присутствует чуть-чуть такой очень мелкий глиттер. Наверное, это не мелкий глиттер. Нет, давайте... Это все-таки не глиттер. Это такой крупный шиммер. И я люблю просто смешивать все оттенки. Очень классно светится. Она вот такая вот именно какая-то юникорная, единорожка, фея, там все такое. Эта палетка как-то она не очень популярна, но она яркая, но на ней нет какой-то цветовой подложки. Мне это очень нравится. Очень классная формула. Я бы хотела побольше таких хайлайтеров. Вообще она не особо как-то популярна на ютубе, потому что она не какая-то супер такая простая. Это именно для кого-то, кто хочет реальное сияние, кто хочет что-то необычное, кто хочет что-то чуть-чуть с цветом. Видите, здесь, например, вот такое вот чуть-чуть есть фиолетовое. Ну, это очень классно смотрится. Все цвета такие очень деликатные. Я не люблю хайлайтеры, где есть цветовая подложка, чтобы какая-то была серая. Там ненавижу вот эти серые полоски, да, на моих cheekbones или там какие-то голубоватые, беловатые, рыжие. Я именно люблю. Ну, если там какой-то простой цвет, то это пусть будет именно вот как сияние, если я правильно объясняю. И давайте перейдем теперь к однушкам хайлайтеров и маленьким палеткам, которые у меня имеются. Что ж, давайте посмотрим на Pet Magrat. Это один из моих самых любимых хайлайтеров. Наверное, ну, у меня много самых любимых, но это прям один из самых-самых. Это вот такая вот мини-палетка. Тройняшка или тройка. Эти хайлайтеры напоминают мне Special Format Pet. У меня, кстати, уже вышло, и скоро выйдет видео, где я сводчу все оттенки, все шиммеры Special Format Pet Magrat. Там также я сводчу эту палетку. Посмотрите, это нереально крутое свечение. Чуть-чуть есть такой какой-то шиммер в ней, и они очень классно переливаются. Вот это такой более, еще более шиммерный оттенок. Мне вообще сначала казалось, что, блин, вот этот вот темный оттенок, это у меня остатки кого-то другого. Вот этот вот темный оттенок зачем мне нужен? Но если вы смешаете все-все-все эти оттенки вместе, то у вас получится вот такое вот красивое переливание. Это подойдет как и для светлой кожи, так и чуть-чуть более загорелой кожи. То есть, ну, наверное, реально для всех типов кожи. Мне это нравится. И даже на мой светлый тип кожи вот этот вот, простите, вот этот вот оттенок, если его смешать, например, с более светлым, то вполне выглядит очень даже ничего. Смотрите, как оно переливается вблизи. Очень классный хайлайтер, друзья. Почему-то о нем не сильно говорят на ютубе. В инстаграме в основном все как-то по палеткам теней тащатся от Бэт. Но хайлайтер вполне, мне кажется, стоит того. Никак не жалею, что у меня есть. Также получила его на огромной скидке. И я его очень люблю. Особенно вот этот вот оттенок, ребята. Кстати, вот этот оттенок есть в палетке Divine Rose 1. Так что, в принципе, если вас интересует чисто он, и у вас уже есть палетка, или вы хотите ее купить, то, в принципе, вот оно тут и есть. А эти цвета вроде бы ни в каких палетках не повторяются. Посмотрите, как оно все классно блестит. Друзья, вот это вот, это просто нечто. Вот это прям такой мой-мой цвет. И следующая мини-палетка. Это Dior Backstage. У меня номер 4 Rose Gold. Это самая светлая, самая такая розовато-нежно-перламутровая. И именно палетка для светлокожих. Я взяла именно ее. Не стала брать Universal Nude Shopper номер 1. Но это не точно. Кроме, наверное, пока что она очень блестящая. Смотрите, какие здесь классные. Такие есть какие-то маленькие-маленькие глиттеры или крупный шиммер в ней. Мне нравится такая форма. Я вообще люблю хайлайтеры с шиммером или даже с глиттером. Покажу вам, как она выглядит вблизи. Очень красивые оттенки, ребята. Просто не пожалеете. И именно можете их смешивать или носить просто все по отдельности. Очень классно подойдет для светлокожих. Но именно если вы не против прямо сильного такого блеска. Мне кажется, это одна из самых блестящих палеток от Dior Backstage. Также мне нравится, по-моему, номер 03, если не ошибаюсь. Это называется Glitz. Там тоже есть такие вот классные блестящие два оттенка. Кстати, здесь очень мало граммов. Поэтому, в принципе, цена и цена-размер здесь довольно высокая. В каждом рефиле, по-моему, если я не ошибаюсь, здесь не написано 2,5 грамма. Ну, то есть это прям немного. Я предпочла эту палетку, нежели Neutral, Universal Neutral, потому что здесь нету такого ярко-розового и ярко-бронзового оттенка, который, в принципе, мне нужен, например, розовый. Да, этот такой розоватый, но он такой что-то более rose gold. Вполне неплохо его использовать как хайлайтер. А в Universal Neutrals вот этот вот бронзовый меня вообще не привлекает. Лишь, он темный для меня. И розовый как бы. Ну, я не люблю какие-то блестящие румяна, бронзеры. Да, я обожаю очень сверкающие хайлайтеры, но румяный бронзер для меня должны быть именно матовые. Самый большой рефил хайлайтера в моей коллекции это вот такой вот Skin Throws от Jeffree Star. У меня оттенок Peach Goddess, персиковая богиня, так называемая. Смотрите, какой он огромный. Здесь 15 граммов продукта. Я не знаю, это хватит. Наверное, реально, если вы работающий визажист, вот купите этот оттенок. Он такой, наверное, самый универсальный. Он подходит для светлокожих. И даже если чуть-чуть будет загорелый или загорелый, то, в принципе, тоже должно подойдет. Мне он прям идеально-идеально идет. Он мне оставляет какой-то белой полоски. В нем есть цветовая подложка чуть-чуть, но она вот именно вот такая вот какая-то персиковатая, но при этом не слишком теплая, слишком холодная. В общем, нейтральная. Классный цвет. И это именно такой красивый металлик. Здесь нет никакого шиммера, никакого клитора. Эти хайлайтеры где-то были безумно популярны. И я тоже повелась. Но сейчас на смену им пришли вот такие вот, о которых я вам расскажу дальше. Хороший хайлайтер. Если вам нравится эта форма Jeffree Star, это не моя самая любимая форма. У меня к нему давно рука вообще не тянется. Но думаю, надо возобновить. Может, даже какой-нибудь Project Pen сделать на нем. Потому что, я помню, раньше я его очень сильно любила. Но сейчас пришли в мою коллекцию другие хайлайтеры. И я немного его отложила. Но я его оставлю. Буду вообще стараться им пользоваться. Ну, реально, я считаю, что можно было поменьше, в два раза меньше сделать хайлайтер. И было бы намного лучше. Но Jeffree решил вот так. Наверное, чтобы все говорили о том, что у него самый большой хайлайтер в мире. Если такое вообще возможно. Также по Jeffree, друзья, у меня есть вот такой вот жидкий Liquid Frost. Это оттенок Ice Cream Blink. На какой-то он был у нас дикой скидки. Я не особо люблю жидкий хайлайтер. Единственное, его можно использовать, как я уже говорила, под пудровый хайлайтер. Как какую-то, ну, подложку. Или использовать его на тело. Здесь такая, кстати, интересная вебетка. Тут очень много продукта. Летом я его использую на тело. Как хайлайтер для тела. Если так можно выразиться. Здесь присутствует такой слегка какой-то персиковый золотой глиттер. Смотрите, как классно блестит у меня рука. Ну, знаете, особенно сейчас, как бы с карантином, этим летом я особо как-то его и не пользовалась. Ну, ладно, оставлю его. Вроде бы с ним все нормально, не портится. Буду его использовать летом именно как хайлайтер для тела. Очень классно, кстати, блестит на солнце. Я люблю вот такое вот. Но, в принципе, какого-то такой надобности в этом продукте я не вижу. Кстати, этот продукт немного провалился в продаже у Jeffree. Потому что, ну, как бы реально смысла особо в нем-то и нет. По жидким хайлайтерам я также добавила вот такой вот Liquid Glow от Anastasia Beverly Hills. Он тоже самое. Особо смысла я в нем не вижу. Он мне вшел в подарок за какую-то покупку от Anastasia Beverly Hills. И я его, по-моему, попробовала, но и ни разу им особо и не пользовалась. Тоже не вижу особо в нем смысла. Если только на тело. Ну, как бы, я не знаю. Я даже живя в Испании, я, наверное, на тело все это не истрачу. Потому что, ну, не знаю. Может быть, я его продам или как-то, наверное, не знаю. Оставить его или наставить. Все-таки, возможно, я его использую. Если не следующим летом, то после следующим. Но, так как это жидкий продукт, это не сухой продукт. Я как-то не особо хочу хранить его долго, что ли. Возможно, лучше отдать кому-то, кому это пригодится. Также, друзья, не могу не добавить... Ну, это не совсем хайлайтер. Это скорее какой-то хайлайт масла. Масло с блесками от Nuxe, если я правильно называю. Это очень знаменитое масло. Оно у нас продается везде. Оно очень популярно в Испании. Это именно такое вот летнее масло для тела с шиммером. Очень классно сияет на солнце. И, кстати, очень классно пахнет. На лицо не советовала. Хотя здесь говорят, что типа лицо, волосы, все, что только можно. Ну, он как бы... Он такой жирненький. Это как бы сухое масло. Но все-таки это масло. То есть на тело можно, но на лицо я бы не... Можете только у вас очень сухая кожа. И вы хотите чуть-чуть так добавить пару капелек на скулы. Это маленький размер, 50 мл. Но реально и вам его хватит навечно. Типа трясем. Вот. И у меня, смотрите, еще довольно много его осталось. У меня, кстати, было Colourpop. Тоже масло блестящее для тела. Я его уже всего вытратила за лето. И это я прям истратила с тем чуть-чуть. Так что, надеюсь, в следующем летом я уже его вытрачу. На этом жидкие хайлайтеры у меня закончились. Давайте перейдем к вот этим вот однушечкам, которые у меня тут есть. Палетки от Vivienne Sabo. Очень бюджетные палетки. У меня есть оба оттенка. Я не знаю, если кому-то интересно, могу снять такой мини-обзорчик на них. Я взяла сразу два оттенка. Это 0,1 и 0,2. То есть, которые посветлее и которые потемнее, друзья. Я такая белоснежка вампирша на Вегуле. Но, реально, второй оттенок мне это, в принципе, подходит. Но я вообще люблю их смешивать. Первый мне показался прям очень светлый. Ну, не слишком светлый для меня. Но, знаете, вот прям на грани-на грани. Зимой можно. А летом, если я чуть-чуть подзагорю, хотя я сильно не загораю, то, возможно, будет уже через чур светлый. Видите, вот это вот такая более светлая. Это, как бы, палетка очень бюджетная. Она стоит 4 евро. Vivienne Sabo, это вроде бы даже российский бренд. Или украинский, если я не ошибаюсь, напишите мне в комментариях. Но он у нас продается в Приморье, в Испании. А мне он, кстати, понравился. Да, стойкость не такая, как у люксовых брендов. Но реально классно сияет вот эти вот оба. Особенно, наверное, вот этот вот. В принципе, они сияют одинаково. Просто этот чуть более потемнее, чуть-чуть более потеплее, что ли. Если вы, друзья, ищите какой-то бюджетный хайлайтер, не хотите сильно тратиться и хотите какое-то такое сияние изнутри, возьмите его, не пожалеете. Это такое сияние, которое совершенно без цветовой подложки. И, то есть, когда вы смотрите прямо, его не видно, поворачиваясь, у вас такой офигенный блик. Я его наслаиваю, можно классно наслоить. Очень прикольный продукт. Здесь мало продукта. Он недорогой. Тут прям даже не вижу, сколько, по-моему, 6 грамм. То есть, видимо, 3 грамма в каждом рефильме. В принципе, не плохо за такую цену. Почему бы и нет? И точно так же эта палетка, если вы чуть-чуть более загорелая, то почему бы и нет? Очень хороший. На удивление, продукт намного лучше, чем я того ожидала. Такое же мнение, кстати, у меня о вот таких вот хайлайтерах от Makeup Revolution. У меня два оттенка. Это у меня Just My Type. И вот здесь вот у меня еще есть, по-моему, называется Dare to Revolve. Они очень похожи. По формуле тоже чем-то напоминает мне Vivienne Sabo. Это точно такое же сияние изнутри, металлическое. То есть, вы поворачиваете, и у вас офигенный блик. Он очень классно наслаивается. И стойкость, ну, не супер. Сразу понятно, что бренд бюджетный. Но за свою цену, друзья, 3 евро. На скидке 2 евро. 2 евро. Продукт за 2 евро офигенный. Хотя я не большой любитель каких-то бюджетных хайлайтеров. Ну, реально. Вот, опять же, на пальце. Это Just My Type. Очень популярный оттенок. Кстати, его тоже похвалила Наталина. Видите, на пальце оно не так сияет. Камера у меня отказывается работать. О, здравствуйте. Я здесь. Вот. Камера у меня немного устала. Весь день трудится. Видите, на пальце как-то выглядит не так. Но, блин, когда это растушевываешь на скулах, на cheekbones, то это просто нереально, друзья. Очень его советую. У меня аж два оттенка. И они очень похожи. Это, как я уже сказала, Dare to divulge. Just My Type, мне кажется, он чуть-чуть посветлее. Нет, вру, не посветлее. Чуть-чуть потемлее. Он такой более какой-то розововатый, что ли. Вот это вот оттенок Dare to divulge. Он такой более розововатый, что ли, нежели Just My Type. И они, в принципе, на коже реально очень похожи. Ну, то есть, реально, можете взять любой из них. Если нет там в продаже одного, возьмите другой. В принципе, вы сильной разницы не заметите. Видите, они вместе как выглядят. Вот это вот слева для вас это Dare to divulge. И справа это Just My Type. Мне кажется, Just My Type, он более такой желтоватый. А Dare to divulge он более розоватый. И почему-то выглядит, как будто вот этот вот левый, вот этот вот Dare to divulge, он в нем чуть-чуть больше шиммера. Нисколько не жалею, что у меня их два. За такую цену, реально, там за 3-2 евро возьмите. В принципе, они очень похожи также с Vivian Sabo. То есть, в принципе, два вам сильные не надо. Один дюпит другого. И тут довольно, кстати, много продукта. Тут у нас, я не вижу, наверное, граммов 6. Не написано. Ну, ладно. Мне кажется, тут граммов где-то в 6. Естественно, Made in China, потому что это бюджетный бренд. Вообще не очень люблю Makeup Revolution, но эти хайлайтеры мне реально удивили. Ну, видите-ка, естественно, как выглядит упаковка. Как бы она так выглядит, потому что бюджетная упаковка. Но хайлайтер очень-очень классный. И я была в шоке, когда я увидела сияние, как оно выглядит в жизни или на камере. У такого бюджетного хайлайтера я реально не ожидала. Как бы я люблю блестяшки, поэтому меня сложно надуть. Ну что, друзья, идем дальше. Что у нас по бюджету? Это хайлайтер Wet n Wild. Очень знаменитый. Я слышала, что есть европейская формула, есть американская формула. Я не знаю. Мой из Beauty Bay. Говорят, что Beauty Bay, возможно, продает именно оригинальную американскую формулу. И цвет у меня называется... Это самый такой светлый розоватый Blossom Glow. Очень хороший тоже хайлайтер. Он мне нравится меньше, чем та же Vivienne Sabo или Makeup Revolution. Но он дает такое вот очень-очень красивое свечение. Слегка с каким-то розоватым оттенком. Это как раз оттенок, опять же, для светлокожих. В принципе, хороший хайлайтер тоже стоит где-то в районе 5-6 евро. Чуть подороже у нас, чем Vivienne или Makeup Revolution. Я бы все-таки, конечно, выбыла Makeup Revolution. Там намного... Тут, кстати, 5 граммов, 5,4 граммов. Почему я бы выбыла Makeup Revolution или Vivienne Sabo? Потому что там намного ярче свечение. Этот, ну, такой чуть более деликатный. Он не скучный. Он там не матовый. Прости, боже. Смотрите, у меня он чуть-чуть ломается. Ну, естественно. Не сатиновый, но он такой намного более деликатный и спокойный, нежели другие хайлайтеры. Затем... Ух, у меня прям много оказалось бюджетных хайлайтеров. Это вот такое красивое, прям, как коллекционное издание от Revolution Pro. Смотрите, как оно сияет. Это хайлайтер роза, который мне прям жалко даже трогать. Ребята, смотрите, какой он красивый. Вы только взгляните на вот это вот. Просто нереально выглядит. Он очень светлый. Это у меня оттенок. Сейчас вам скажу, какой. Смотрите, как он сияет. Такое розово-перламутрово. Чуть-чуть золотоватое свечение. Опять же, он для очень светлых. Очень красивый. Он стоит побольше, где-то 11, что ли, евро. Ну, мне кажется, в принципе, можно им подарить. Любой косметикаман такой я полюбит. Я реально его купила вот из-за того, как он выглядит. Ну, и сам продукт здесь хороший. Он хорошо сияет. Подходит для моей светлой кожи. Это такое тоже более металлическое сияние. Он более кремовый. И чувствуется, что формула все-таки чуть, ну, как-то по-люксовее, чем просто Makeup Revolution хайлайтера. Makeup Revolution Pro это такая линия, типа, более профессиональная, чуть более дорогая. Здесь 9 граммов. Он у меня называется оттенок, а черт его знает, White Rose. Вот, White Rose. Они там такие написали. Вот так вот он выглядит вблизи. Смотрите, какая красота. Конечно же, Revolution Pro сперли идею у Lancome или у Smashbox Makeup Artist Блада. Он мне нравится, красиво. В принципе, хайлайтер Блада мне уже и не нужен. Джеффри Стар и Кейви Ди. Она же Кэт Ван Ди. И, друзья, если кто-то спрашивал, почему я называю Кэт Ван Ди Кейви Ди, потому что сейчас бренд Кэт Ван Ди уже не имеет никакого дела к бренду, и бренд перенавался в Кейви Ди Vegan Beauty. Ну что ж, будем называть его так. Это хайлайтер Metal Crush, который уже снимают с производства. Сильно, в принципе, смысла о них рассказывать нет, но я расскажу. Это очень классные гидовые фильтрные хайлайтеры Gravitron и Gold School. Их, возможно, еще можно ухватить на официальном сайте Кэт или даже в Сифоре, в российской. Когда-то я их видела, но уже, конечно, не помню. В общем, это такой хайлайтер, который почему-то плохо продавался. Но мне он понравился. Я их купила на каких-то тихих скидок, типа по 6 евро. Мне очень нравится вот этот оттенок. Он довольно глиттерный. Смотрите, друзья, взгляните на это чудо. Как оно сверкает. Офигенно просто. Это хайлайтер, который, мне кажется, надо его использовать с какой-то кремовым хайлайтером, потому что он очень сыпучий. Он довольно глиттерный. И его вот именно надо аккуратно с ним работать. Он не очень зашел в публике, как я поняла. Он здесь 5 граммов, 5,2 грамма, что, в принципе, неплохо. И вот этот вот оттенок Гравитрон, он такой золоторозоватый. Тоже мне он очень нравится. Смотрите. Он выглядит очень странно в рефиле, но здесь он выглядит неплохо. Он, кстати, очень фигментированный. То есть надо прям чуть-чуть набирать. И как-то вот как-то кремовым хайлайтером, кремовый хайлайтер использовать как базу, потому что этот хайлайтер может разлететься по лицу. Но если вы знаете, как им пользуется, эффект офигенный. Очень красиво смотрится на коже, очень классно блестит. В общем, Кэт Ванди, как обычно, в своем репертуале. Это хайлайтер от Jeffree Star, но я его использую как тени. Здесь 8 граммов продукта, то есть вы представляете, да, тюнюшка 8 граммов. Я не знаю, на кого пойдет такой темный оттенок. Возможно, только на кого-то очень темнокожего, но как тени они офигенные. Это дюб на оттенок зеленый из палетки Nocturnal Nirvana от Pat McGrath. Смотрите, как оно красиво выглядит. Это, конечно, дело такое на любителя, и я его купила на нереальной скидке. Но если вы, например, хотите такую зеленую тенюшку, у вас этот цвет прям завораживает, то возьмите и реально вам такого зеленого шиммера теней хватит на все. Я вообще не понимаю, в чем смысл выпускать, конечно, такой огромный неносибельный хайлайтер. Даже для меня, потому что он реально темный. Но в итоге он у меня есть, потому что как тень он выглядит офигенно. Формула такая очень мягкая, он на такой какой-то сероватой подложке, поэтому хорошо будет смотреться на каких-то темных луках, темных смоке, почему бы и нет. Также здесь из этой формулы у меня есть один из моих любимых хайлайтеров от ножек. Это Diamond Wet от Jeffree Star. Друзья, он довольно глиттерный, и он очень такого классного бежевого цвета. Но это именно глиттерный хайлайтер, как вы видите. Если вам такое как бы не нравится, то вряд ли это ваше. Я люблю хайлайтеры, которые офигенно сияют. Мне это интересно, я такое ношу. Поэтому это мой любимчик. Офигенно он смотрится на кожу, как и на светлый, так чуть-чуть более загорелый. Нет в нем никакой цветовой подложки, то есть нет никакой желтой, серой, рыжей, коричневой линии. Это просто офигенный вот такой вот шиммер с маленькими глиттерами. Мне очень нравится. И смотрите, какая пигментация. Реально, наверное, мой самый любимый хайлайтер однушка. Diamond Web. И также у меня есть чуть-чуть более такая легкая, что ли, его версия. Это, по-моему, Snow Glow. Да, Snow Glow от Jeffree Star. Смотрите, он уже такой у меня сильно использованный. Это... Я уже затерла звездочку, да нет. Это такая, да, более легкая версия. Тут тоже есть такой маленький-маленький глиттер в нем. Но он чуть-чуть менее глиттерный, чем первый. И в нем тоже нету какой-то такой цветовой подложки. Он очень хорошо смотрится на светлокожих, очень классно сияет. Я люблю их смешивать. Тоже его очень люблю. Смотрите, как я его затерла. У меня столько хайлайтеров. И как бы в таком состоянии у меня уже вот этот вот... Сразу понятно, что продукт мне нравится. Мне безумно нравится эта формула Jeffree. И вот хорошо, что у него есть вот эта более такая бюджетная форма. Вот эти хайлайтеры где-то стоят 30 что ли долларов. А которые вот эти вот беленькие, я сейчас покажу, 50 долларов. Но они все иногда выходят на дикие скидки. Ну, дикие для Jeffree Star, например, там 30-35%. В общем, если вы любите что-то такое яркое, сильно блестящее, то возьмите Snow Glow. Он менее глиттерный. Но он тоже очень такой довольно вырви глаз. Но опять же, это такое, знаете, сияние, которое не оставляет каких-то некрасивых там рыжих или синих линий. Вот как они смотрятся вместе. Сразу видно, да, что в Wet Diamond, который вот этот вот слева, в нем больше глиттера. Сейчас, ребята, the last, but not the least, как говорится. Это офигенная, прекрасная, нереальная какая-то просто, я такого не видела, формула Jeffree Star. Это Extreme Frost. Я постоянно путаю Supreme Frost и Extreme Frost. У меня есть все три вот этих вот оттенка. Ребята, это продукт очень своеобразный, но очень классный, если вам такое интересно. Это у меня, по-моему, Lick My Glit. Самый классный вот с этим, нет, не самый любимый. Это такой розоватый оттенок. Смотрите, как он сияет. Очень пигментированный, очень глиттерный хайлайтер. Его классно носить пальчиком, даже сам Jeffree так советует. И также я бы, опять же, посоветовала, может быть, что-то такое слегка липкое. То есть чуть-чуть поставить, например, точечки или как-то чуть-чуть нанести кремовый хайлайтер, чтобы он именно как-то лучше, чтобы он не разлетался. Потому что этот хайлайтер, это чистый пигмент. Здесь с Jeffree говорил, что мало связывающих или вообще нет связывающих элементов. Поэтому именно его надо аккуратно носить, иначе глиттер разводить по всему лицу. Также его можно носить как тени, на каткристом, на какой-нибудь клей для глиттера или на консилер. В общем, офигенный продукт. Здесь, опять же, 8 грамм продукта. Очень дорогая у них цена, если без скидки. Я не сильно ее оправдываю. Но, ребята, если вы хотите один, возьмите. Если вам нравится такое яркое, блестящее, не пожалеете. Реально говорю, я рада. Даже если бы я их там, наверное, за полную цену купила, я была бы рада. Но, подождите, возможно, будут какие-то скидки. Я уже несколько раз в прошлом году, они выходили на скидки. Где-то цена у них была где-то в 30-35 долларов, что, в принципе, вообще замечательно. Итак, давайте посмотрим на оттенки. Это Leak My Glit. Я сниму подробный обзор, покажу вам, как я его использую. Давайте чуть-чуть посвочим. Это, по-моему, вот. Это мой любимый оттенок Sour Eyes, который сам первый у меня появился. Он такой вот чуть-чуть с зеленцой, с золотинкой. Смотрите, как классно смотрится. Офигенно. И третий. Давайте я их вообще смешаю. То есть не смешаю, а покажу, как они все смотрятся. И третий оттенок, это, по-моему, Gagmi. Он такой более голубоватый. Ребята. Ребята. Скажите мне, что это за чудеса? Давайте я их всех смешаю. Вот это вот. И чуть-чуть добавим золотого. Реально, вот просто чуть-чуть набираете и смотрите, что получается. Вот такие вот у меня свотчи. Офигенно это смотрится. Но, опять же, это очень литерный хайлайтер. Это не для всех. Это для тех, кто именно любит что-то такое, что я люблю. Это очень своеобразно. Но, реально, я в восторге. Наверное, это один из хайлайтеров, который вызвал у меня самый огромный восторг и всплеск эмоций. Это так красиво. У них, кстати, тоже нет какой-то цветовой подложки. Кроме вот этот вот розововатый. Это, по-моему, ликмаглит. Чуть-чуть какое-то такое. Он чуть-чуть прям капельку серит. От слова серый. На лице. Ну, прям чуть-чуть. Не знаю. Вот я такое заметила. Ну, в принципе, не сильно. А вот этих у двух, у более синего, у более зеленого, в принципе, нет. Также мне очень нравится их смешивать. Опять же, повторяюсь. На что-то такое липкое или очень аккуратно пальцем. Нельзя взять огромную такую пушистую гидль для хайлайтера. Ну, огромную пушистую, но только пушистую гидль для хайлайтера. И вот так вот просто его нанести. Потому что у вас глиттер полетит по всему лицу. Так как это, грубо говоря, ну, прессованный пигмент. Только глиттерный. И как мы наносим прессованные пигменты, обязательно на что-то клейкое. Ну, что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментарии. Пишите. Возможно, у вас тоже есть какие-то хайлайтеры с деколлекцией. Что вам нравится, что вам не нравится. Какой у вас любимый. И обязательно также подписывайтесь на мой инстаграм. Это Helsingester. Где я выкладываю разные классные луки, спотчи, обзоры. В общем, много чего интересного. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.